Микс Ньюс Каждую среду в 17 часов Непонятно даже ситуации То ли в службе госдоходов То ли в министерстве финансов То ли в союзе зеленых и крестьян Может быть в партии единства Или где-то вообще между этими структурами Потому что развернулась борьба Если не война Я уж не знаю за что Судя по всему за влияние в СГД Но воюют судя по публичной информации У нас представители союза зеленых и крестьян С представителями единства Несмотря на то что вообще-то речь идет Об одной коалиции Которая обещала единство и согласие В своих рядах Есть коалиционный договор Есть какие-то неформальные договоренности Наверняка Но так или иначе началось Все в общем-то с утверждения Главы СГД госпожа Коллеговой Вдруг выяснилось Что к ней имеются претензии У партии единства Вот как оцениваете сам факт того Что одна партия нашла человека На должность На которую никто в общем-то не хотел идти Потому что деньги небольшие Как мы выяснили Ответственность большая Давление может быть на семью И так далее И так далее Почему вдруг единство выступает С какими-то публичными заявлениями О том что им этот человек не нравится Ну если мы так С высоты Полета вертолета Посмотрим на этот вопрос Тогда Я думаю что Я думаю что Назвать своего и поставить своего главу СГД Это прерогатива партии власти То есть Это то что очень болезненно воспринимает единство То что они сами По сути дела Из-за своей деятельности Потеряли статус партии власти И сменилось когда правительство Они потеряли пост премьера И вот Эту статусную возможность Ставить высших чиновников Ключевых институций Потому что если мы говорим О службе госдоходов Тут в большой мере Не только то что вы все сказали О чем здесь речь Речь идет Вообще о нашем государстве в общем Потому что Службы госдоходов Это огромная институция Это 4000 сотрудников Они контролируют В общем потоки денег Во всех сферах нашей экономики И их влияние Можно сказать На экономику Латвии на бюджет бесконечное То есть если хорошо работает Служба госдоходов То будет Начиная от нормальных поступлений В бюджет Кончая Отношения Со стороны инвесторов К Латвии Позитивно или негативно Это целый спектр моментов Которые влияют Служба госдоходов И Если она опять же Плохо работает Это опять же Начинает Вот от каждого налогоплательщика Который Не удовлетворен Какую он услугу получает Потому что сбор налог Это все-таки Услуга Кончая то Что вот в рейтингах Из разных Международных организаций Которые Оценивают Латвию С точки зрения Благоприятствия Инвестициям Мы тоже не на слишком Высоком уровне И это все Тоже опять же Может влиять Например плохая работа Службы госдоходов Хорошо Но тот факт Что у Союза зеленых И крестьян Есть амбиции Относительно Службы госдоходов Было понятно уже давно Как только поменялся Человек на посту Министра финансов То есть представителя Единства Заменила представительница СЗК Данная резница Озола Тут же оказалось Что какие-то схемы Непонятные В СГД Какие-то люди Не совсем наверное Честные там работают И выполняют Обязанности Заместителя Начальника Тут же выяснилось Что начальник Не справляется С обязанностями И ну разумеется В общем-то Все это происходило С полного согласия Союза зеленых и крестьян И господина Кучинскиса И министра финансов Данной резницы Озола И всем было понятно Что это все происходит Сразу после того Как Единство Потеряло контроль Над СГД И это вроде как бы Был прямой Ну я не знаю Камушек в огород Того же Единства Вот управляли Управляли Теперь посмотрите Я бы не согласился Тут я бы сказал Так С разных позиций Можно смотреть Позитивно Или негативно Для ЗЗС Но В общем Они получили Пас от СМИ Все-таки Не сам Союз Зеленых и крестьян Ни Кучинск Ни Дана Разница Возола Они не были те Которые начали Процессы В СГД Это были все-таки Журналисты Которые копнули И увидели Вау Что происходит В службе Госдоходов Высшие чиновники Имеют офшорки Имеют какие-то Огромные суммы Наличности Это все указывается А на взгляд это Случайно произошло Или у нас все-таки Бывает так Что журналисты Ну не то чтобы Копнули А просто проверили Свои почтовые ящики Или какие-то Я не думаю Нет Я думаю Что Момент Когда это появилось Это появилось Коротко еще до Утверждения Правительства И я думаю Что Вот что меньше всего Хотел новый Министр финансов Это Такие проблемы С службой Госдоходов Я думаю То есть Не хотели они Никаких перестановок Они не хотели Знаете Когда ты занимаешь Такой уровень Такой пост Как министр финансов Такого рода Проблем Ты во-первых Должен вообще Понять Что происходит Ты должен Узнать людей Понять Как работает структура А тут тебя Забрасывают Министром финансов В ситуацию Когда Главная институция По сбору Налогов В государстве Поражена Огромным скандалом Огромным скандалом И я думаю Что Это дискомфортная ситуация Но Пас они приняли И они пошли Вот по пути Что будем чистить И началась Вся эта ротация Все Но Это был пас Все-таки СМИ Может быть В СМИ Это появилось Знаете Никогда не надо Не учитывать Мелочи Или какие-то совпадения Может быть Кто-то с кем-то Хотел просто Свести счеты Через СМИ А превратилось Это в государственный Уровень скандал Потому что Это попало Вот момент изменений Даже при таком раскладе Не считайте Что уже тогда Было понятно Что это все-таки Камушек в огород единства Который много лет Управлял тем же Бельфином А значит И тем же И понятно Что решать эту проблему Теперь Должны представители Союз Зеленых 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 Совсем другой Политической силы Сто процентно Согласен Что Камушек Это был В сторону Единства И совершенно Согласен С вашей мыслью Что Не только Должны Это их Обязанность Если они Союз Зеленых 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 Не решат Эту проблему Это невозможно Невозможно Никакая политика Потому что Один из Основных Моментов Чем занимается Премьер и Министр финансов Это Перераспределение Бюджетных Денег Что ты можешь Перераспределять Если В бюджет Нет поступления А деньги идут Мимо бюджета Что ты можешь Ничего В таком случае Конечно Ихняя стратегическая Цель Все таки Чтобы В бюджете Были деньги И тогда Они могут Это превращать В политические Инициативы То что Сейчас каждый год Мы знаем В осени Начинают Говорят О фискальных Границах Следующего бюджета Чем меньше денег Тем меньше границы Тем меньше возможностей Тебе что-то показать Своему избирателю Хорошо Но в таком случае Если на ваш взгляд Обвинение В сторону Господа Коллеговой Со стороны Единства Это Ну такая Политическая игра Или может быть Попытка единства Отмыться Почему они раньше молчали? Что же они не включили Сейчас на самых ранних этапах? Что они Ну скажем так Если Я вчера Мне было возможно Вчера посмотреть Вот эту Трансляцию Из кабинета министров Где можно смотреть Как происходит О заседании Кабинета Я думаю Что Тут Есть несколько факторов Один фактор Это Само выдвижение Госпожи Коллеговой И вот Эти вопросы Вокруг ее Декларации И я думаю Что единство Своего рода Отсиживалось И смотрело Как эта ситуация Будет Развиваться Потому что Опять же Это Не был конкурс Это ротация Ее выдвинули Таким образом Что очень много На себя взял И премьер-министр И министр финансов То есть Всю ответственность За ее деятельность На себя взял Премьер-министр И министр финансов Это такая Достаточно для меня Неожиданная Неожиданная ситуация Потому что А откуда такие Вы Да почему вы считаете Что Вот эти два человека Взяли на себя Ответственность за Коллегову Потому что Они выдвинули Если вы видели Что интересно было Даже в тот момент Когда ее Ну официально выдвинули Зеленые крестьяне Заявили Что они тоже Во фракции Хотят ее видеть В общем-то Я хотел бы сказать И премьер-министр И министр финансов Это люди Из этой фракции Это люди Я думаю В фракции В первую очередь Нет В первую очередь Фракция И партия Мы в парламентском государстве Должна бы Как бы быть И давать Этот кредит Доверие Человеку Которые Выдвигают Ихний Премьер-министр Ихний министр Финансов Вот На уровне Политическом То есть Они дают Свой кредит Доверие То что Они заявили Что они будут Все равно встречаться С ней После выдвижения Это Меня Порождает Вопрос Ну как Разве Они с ней не встретили Разве фракции Не за своим Премьерами Не за своим Политику Играть То есть А мы можем Тогда Вот свою Политику Там у них Есть какие-то Там проблемы Хорошо По поводу Сути претензий Со стороны Единства Насчет Декларации Господа Коллеговой Насчет Того Какие дивиденды Она получала Или не получала На ваш взгляд Это все-таки Серьезное обвинение Для того Чтобы не голосовать За ее кандидатуру Или Вообще В принципе Говорить о том Что она Не заслуживает доверия Ну С точки зрения Человек Который Наблюдает За политикой Я бы сказал Так Люди Которые Десять лет Заведовали Завидом То есть Они были Главными Ихними Министрами Финансов Перед глазами Которых Происходило Вот то Все О чем Журналисты Ваши коллеги Писали Вот О всех этих Офшорках О всех этих Левых деньгах В декларациях Сотрудников Службы Госдоходов Они могли бы Помалкивать Скажем так Но они используют То что прошло время И люди начали забывать Тут Как в политике Прошло 3 месяца И Больше 100 дней Уже у правительства То есть Все те проблемы Которые были У предыдущего правительства Они становятся Проблемами уже Нынешнего правительства И они стараются Вот это максимально Использовать С одной стороны Чтобы улучшить Свою ситуацию Сейчас С другой стороны Чтобы максимально Отмежеваться От того Что они сами делали Как правящая партия Которая Заведовала видом Больше 10 лет Хорошо Ну а то Что я имею ввиду То что ей предъявляют Это серьезно Или это в принципе Какие-то мелочи Ну такая специфика Ведения бизнеса Честно говоря Не знаю Конечно Мы можем Тут есть разные подходы С одной стороны Мы можем Конечно Говорить Она нестерильна Ну нестерильна То как это выглядит Это нестерильно С другой стороны Вы мне покажите Вот в Латвии У кого вот Стерильная Вот Декларация Даже у политиков Посмотрите В парламенте Который себя считает Лучше всех У них там В декларациях Нал в больших Количествах И это все время Вот эти скандалы Все А где эти деньги Откуда Кому они там дают В кредит Почему они держат Под матрасами И так далее Так что Я не знаю В латвийском случае Насколько мы должны Серьезно смотреть На ее декларации Я думаю Что Конечно Это нехорошо Я вообще Был бы больше Лично Я сторонник того Что надо было Может быть взять Не из госструктуры А из частного сектора Подождите Так в частном секторе Разве можно было бы Избирать те же проблем Когда я получила дивиденды Примерно на треть миллиона Но я их подарила Своему брату Ну вот потому что Просто так происходит Потому что Вот в том то и дело Она это делала Как госчиновник Если ты в госсекторе Работаешь У тебя рождаются Прождаются вопросы Если ты из частного сектора Например Какого-то Например Человека уровня Член правления банка Или Какие-то Ну высшие партнеры Аудиторских компаний Конечно Они будут Не бедные люди Но Они Опять же У них не будут Вот эти проблемы То есть Старые хвосты Из Из их деятельности В госструктурах Но так или иначе Те претензии Которые звучат В общественном пространстве Указывают также на то Что некоторые политики Подозревают В частности Наличие зарплат В конвертах Например В тех предприятиях Которые частично Принадлежат Той же коллегой Вот вы когда Читали все претензии Адресованные к ней У вас возникло Ощущение Что действительно Там могут быть Серьезные нарушения В том числе Уголовного законодательства Или это В принципе Ну как-то Не так оформили документы Я вам скажу так В Латвии Вообще не ясно Что уголовно наказуемо Что нет Дам вам пример Господин Белевич Не задекларировал Один миллион евро Забылось ему И как его наказали А никак Господин Дайн Слепинч Тоже какую-то ошибку Допустил Намного меньше Там не было речи О миллионах Ему присудили Уголовное наказание И штраф В три минимальных зарплаты И аннулировали Его мандат Всеми Вот Когда мы смотрим На одну и ту же вопрос И видим Самые разные подходы Это Общая проблема Латвии Что законно Что незаконно Что правильно Что неправильно У нас Это очень расплывчато Мне трудно сказать Я сам затрудняюсь Сказать Потому что И главное Что я не был Вот на тех Собраниях Где вот Госпожа Коллегова Объясняла сама Что происходило И почему Ее декларация такая Какая она есть Кстати Я мог бы Немножко камушек В ее сторону бросить Она это Объясняла На фракциях Но это Она не объясняла Журналистам Я думаю Что это было бы Очень важно Объяснить Журналистам Общественности А не только За закрытыми дверями Там Премьер-министру Правительству Или же Членам фракции Там Единства Или Зеленых Христиан Или Национальное Объединение Потому что Я думаю Что общество Все-таки Хочет знать Знаете Как это Правильно Неправильно Я не знаю Но общество Хочет знать Почему это так На ваш взгляд Это тот случай Когда общество Имеет право знать Что происходит С этими деньгами Или есть все-таки Где-то какая-то Грань того Что является Коммерческой тайной Того что чиновник Имеет право Не рассказывать О своих финансах Нет Чиновник Вот потому он чиновник Он имеет привилегии Чиновника Вы знаете Как чиновников В Латвии нельзя уволить Знаете Всегда говорят Вот мы не можем Никого уволить Там чиновник Очень защищен Вот эта защита Чиновника Почему она Потому что Чиновник работает На государство И на людей Которые живут В этом государстве То есть А с другой стороны Он должен быть Совершенно Потому его защищает Государство Потому что Он совершенно Весь Как на ладони И в этой ситуации общество должно знать. Если мы идем вот по этой принципу, что декларации прозрачны, декларации доступны каждому, тогда эта прозрачность должна быть до конца. Или же тогда мы меняем систему? Но пока что система прозрачности платит. Смотрите, ну от чего я никак не могу понять. У нас декларации все доступны, все могут их прочитать. У нас есть регистр предприятий, где можно прочитать, кому принадлежат какие компании. Зимейный регистр даже есть. Масса регистров, которые доступны и журналистам, и политикам, и госполиции, тем более КНАБУ и так далее. Если у коллегов действительно были какие-то нарушения, почему никто до этого не проверил и не обнаружил эти нарушения там? Почему это вдруг становится интересно только после того, как человек становится интересен журналистам? Почему никто не сверяет эти декларации с реальностью? Вот этот вопрос, я помню, задавался, когда менялось правительство. И появилась эта информация о вот этих сотрудниках СГД, у которых там офшорки менялись каждый год, эти наличные деньги крутились. Тогда ведь появился точно такой же вопрос. А почему никто это не... А там же оказалось, я вам напомню, та же служба госдоходов сказала, что никто этим не занимается. Все институции отошли и сказали, а это не наша обязанность контролировать декларации. Оказывается, ну я так понял лично, что за декларациями никто не присматривает. Вот люди вносят декларации, а никто их не проверяет. На ваш взгляд это нормально, когда у нас есть, помимо всего этого прочего, есть еще регистры лиц, которые жертвуют партиям какие-то суммы. Ну тех проверяют, тех проверяют. Вот все вместе, ведь никто же не сводит вот эти все регистры, никто не отвечает за то, чтобы все было чисто у чиновников, с партиями, у чиновников, не знаю, в регистре предприятий, с налогами, которые они платят или не платят, с дивидендами и так далее, и так далее. Это вообще нормально? А для чего нам тогда все эти регистры? Очень хороший вопрос. Я думаю, что это совершенно не нормально. Нам вот есть регистры, есть та же служба госдоходов с четырьмя тысячами сотрудников, по сравнению в Эстонии одна тысяча сотрудников, и они совершенно справляются нормально, даже лучше, чем в Латвии собирают налоги. У нас вот все, много всего есть, а вот когда наступает час икс, оказывается, что никто этим не занимается, никто за это не отвечает. Но это, я думаю, больше всего ответственность за это должны нести политики, потому что это все-таки высший надзор с институциями, которые занимаются надзором, это комиссия по государственной безопасности Сейма. И она должна присматривать, и к ней идут отчитываться все. Все спецструктуры. Да, но мы же с вами понимаем, что политикам иногда совсем невыгодно, чтобы все эти базы сверялись между собой. Тут нужна даже не политическая воля, не знаю даже, что надо, чтобы политики как-то поменяли эту систему. Может быть, инициатива должна идти не от политиков, а не знаю, те же там правитусы, Делны, хоть какими-то общественными организациями. У них нет власти, это должна идти инициатива. Они же молчат на эту тему, да. Нет, ну, им тоже выгодно. Что? Они тоже часть, да, она уже давно стала часть номенклатуры и часть эстеблишмента. То есть независимых общественных организаций у нас вроде как бы и не осталось. Ну, как же, может быть, независимых, знаете что, независимых денег нет. А Делна имеет деньги, Делна – это большой бизнес, они получают за свои услуги государства деньги. Тоже от государства. То есть они не независимые? Давно уже. Провидус, например. Ну, кто нас обычно следил за демократией? Нет, они все, знаете, как это называется, они получают гранты. Гранты. Но они ведь получают эти гранты обычно из-за границы, разве нет? Нет, нет, и государственные тоже есть гранты. А, то есть тут надежды нет. Ну, хорошо, может быть, полиция должна как-то инициировать? Полиция тоже под надзором. В том-то и дело, это… Это определенного рода круговая порука. Это должна быть… Вот знаете как, насколько это пессимистично не звучит, когда на высшем уровне приходит эта ситуация до премьер-министра, который не может свести вдруг бюджет, и понимает, что это его карьера под ударом, и министр финансов карьера под ударом, политическая. Вот тогда, может быть, начинаются какие-то движения тела, чтобы… Ну, наверное, что-то надо менять. А что, до этого ведь всем хорошо. Хорошо, а как насчет международных организаций? Мы столько всего поменяли, когда хотели вступить в ОСЕД. И за банками мы начали надирать по-другому, и по поводу КНАБа там были претензии у ОСЕД. Они ведь… Это их поле, в том числе борьба с коррупцией, в том числе… Отмывание НДС – это не проблема ОСЕД. Это наша проблема, наша бюджетная проблема. В том-то и дело. Но нет, одно из, вот если смотрим, один из векторов давления – это те же банки, которые, по-моему, если мы смотрим, они имеют большую власть, потому что они как частные институции, они вот под альтернативным надзором, они под давлением вот международного надзора, и у них эти принципы по борьбе с отмыванием, знают своего клиента и так далее. Они знают, и я думаю, это один из игроков, который реально может, имеет и власть, и имеет возможность надавить, в том числе на этих людей, которые нарушают закон. Сейчас мы перервемся на новости и рекламу, вернемся буквально через несколько минут, не переключайтесь. Мы продолжаем в эфире «Вопрос пристрастия» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. У нас в гостях по-прежнему политолог Филипп Раевский. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. И телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате, на портале MixNewsLV. Мы пытаемся разобраться с тем, что происходит в СГД и между двумя ведущими политическими партиями, Союзом Зеленых и Крестьяной Единством. Напомню, что они как-то не могут разобраться, подходит ли господа коллега на должность главы СГД и обмениваются взаимными обвинениями. Начало все, как я уже говорила, с того, что у Единства появились претензии к самой коллеговой, но потом, собственно говоря, у Союза Зеленых и Крестьян в лице премьер-министра Мариса Кучинскаса появились претензии к тому же Единству. Вот во время встречи с журналистами он заявил, что на границе задержана машина брата госпожи Коллеговой. Потом, правда, выяснилось, что ничего не задержано. Проверялась посылка, которая, в общем-то, должна была быть проверена, потому что проверка – это нормальное дело в таких ситуациях. Потом премьер извинялся, но, так или иначе, публичные обвинения в адрес того же Единства из его уст прозвучали. Также он говорил о том, что, видимо, есть какие-то люди, которые хотят сохранить схему внутри СГД, и, видимо, есть какие-то люди в единстве, которые не хотят реформ в том же СГД. Почему вдруг этот конфликт перешел на такой личный уровень? И какая-то очень странная риторика для премьер-министра обвинять, в общем-то, коалиционную партию в довольно серьезных преступлениях, если вообще, в принципе, можно воспринимать серьезно то, что он говорил. Для меня, честно скажу, тоже была неожиданность, потому что мне всегда казалось, что господин Кучинский – очень сдержанный политик, он все-таки опытный, он не любит разбрасываться словами на ветер, но я, опять же, смотря вчерашнее заседание Кабинета министров, видел, что там были люди на взводе, реально на взводе, и ставки большие, и я думаю, что там есть какого-то рода страх, может быть, что за неделю что-то может измениться. Та же госпожа Коллегова, если, например, она испугается давления и скажет, нет, я лучше нет, не буду, она может не согласиться, это все-таки ротация, и она может сказать, я не хочу никуда ротировать. Тогда, конечно, премьер-министр и министр финансов ставятся в очень невыгодную ситуацию, а им нужно этот вопрос как можно раньше закрыть. С другой стороны, он хорошо понимает, что это еще одна неделя достаточно бессмысленной, но очень неприятной дискуссии между единством и зелеными крестьянами, где явно видно, что единство старается их просто сбить, вот у них рейтинг, просто сбивать рейтинг, и задают одни и те же вопросы, порождают одни и те же мифы, но они достаточно удачно умеют манипулировать информацией, они все-таки не первый день в политике. То есть делать дискомфорт, и вместо того, чтобы он занимался чем-то другим, он все еще занимается вопросом, который, по сути дела, вчера был голосованием решен. И проголосовали 5 против 4, она должна была стать вчера начальником. Но не стало, потому что есть соответствующее колесо на договор, и пришлось этот вопрос отложить. Но неужели вот спрос одного подозрения в том, что Коллегова как-то не так, вернее, фирма, на которой она работала, которая ей частично принадлежала, как-то не так выплатила дивиденды, причем даже непонятно, это является преступлением или не является, хотя бы нарушением чего-нибудь. Никто же не говорит, что она что-то нарушила. Она не так, эти дивиденды, учет не так был, а так-то, я понимаю, там все налоги были не выплачены. — Решение было принято одно, а реально произошло совсем другое с этими дивидендами. То есть, ну, нарушений-то никаких нет, претензий к ней ни у кого нет. — Видите, что интересно, единство, как она... Вчера вот было очень интересно, вот самый опытный политик от единства, если мы смотрим внутреннюю политику, это министр образования Шадурский. Он вчера и говорил в новостях, что вот у нас есть вопросы, которые она ответила, и мы должны проверить то, что она нам ответила, правда ли это, неправда. Это очень простые факты, но мы их проверяем. Понимаете, такие, это чисто, воды мы не понимаем. Тогда скажи, что тебе, ну, чему ты не веришь? — Хорошо, но почему вот этих непонятных подозрений, непонятно в чем хватило для того, чтобы вывести из себя, в общем-то, уравновешенного господина Кучинскиса? — А потому что это был процесс, если вы, не знаю, опять же, отзываясь на то, что я видел, как было, вот, все проголосовали, и в тот момент господин Ашераденс начал показывать ему договор кольционный. Ну, это такой, ну, и видно, что тот же господин Ашераденс не очень комфортно себя чувствовал в этой роли, потому что он очень беспокоился, но он вот назывался вот, и ему на вопрос, почему? Он говорит, а вот потому что в договоре есть такой пункт, знаете, когда в бизнесе начинаются конфликты, вот тогда все начинают читать договора. Когда их заключают, никто их не читает, а когда начинаются конфликты, тогда начинают читать. Это как, если мы смотрим с точки зрения нормального человека, знаете, как эти договора, где маленькими-маленькими буквочками написаны самые неприятные пункты договора. — Хорошо, но может быть, этого в нормальной ситуации было бы недостаточно для того, чтобы Кучинский заявил, что в единстве есть какие-то люди, которые не хотят порядка в СГД? — Ну, вот это для меня тоже неожиданность, что он вдруг начал, вот, ну, вот, понимаете, там еще есть тот пласт информации, который мы не видим и не знаем. — Вот, к этому мы подошли, что делят, на ваш взгляд? — Что делят? — В влиянии, знаете, был какой-то когда-то давно анекдот, когда таможник говорил своему другу, вот ты говоришь, гудини, гудини, я фокусник. Вот бензин превращается одной подписью в воду. Понимаете, там люди, которые ставят подпись на самом высоком уровне, это речь идет о огромных деньгах, и от их решений вот зависит, пополняется или не пополняется бюджет страны. — Хорошо, на ваш взгляд, если, к примеру, Союз зеленых и крестьян поставит туда своего человека, или единство поставит туда своего человека, что-нибудь изменится для страны, для налогоплательщиков? — Я очень надеюсь, что изменится. — В каком случае изменится? Если одни поставят или если другие поставят? — Нет, не идет речь о дне или дне. Я в этом случае скажу вам так, единство уже поставило. Мы уже имеем проблемы, бюрократическую институцию, много народу, эффективность очень низкая, сравниваем Латвию с Эстонией, и у нас выше налоги, мы собираем меньше денег. — Но они говорят, что эффективность растет. — Ну, знаете, как в Советском Союзе тоже эффективность росла, 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 пока совок развалился. Знаете как, я бы не хотел, чтобы что-то такое на уровне риторик происходило в Латвии. — Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. — Ой, добрый вечер. Ой, напрасно вы говорите, что не проверяют декларации. Вот у меня налог с пенсией был, не умею я заполнять эти декларации, заполняла работница. Через три месяца обнаружили, что я 6-10 не доплатил. Значит, мною занималось, три месяца мною занимались по очереди доугасов, венспил, я уже заплатил, после этого переплатил даже. После этого за мной занялось еще Рижского района СГД. Три человека работали в течение трех месяцев. Но я прошу, так что проверяю. Так что я хотел сказать, господин Раевский. Вот, ей упускаются две вещи, или одна, если можно сказать. Что люди, которые контролируют доходы, они контролируют тех, кто платит эти доходы. Не таких, как я. И поэтому они имеют огромное политическое влияние. И тот, кто сидит на этом месте, он может рекомендовать спонсорам, как я понимаю, на моем уровне. Кому платить, кому не платить. И у нас это сообщество очень, ну, оказывает помощь или не оказывает помощь. У нас сообщество, предприниматель, довольно сплоченное. Поэтому любые перестановки в контролирующем органе, я еще думаю, что будет, когда у нас КНАП будет там, надо будет нового начальника искать. Еще лучше будет спектакль. Поэтому здесь деньги не только тех людей, которые вот там нажились, в офшорах куда-то перевели, из чиновников. Но это деньги многих влиятельных, очень влиятельных людей. И за борьбу за то, чтобы они принесли деньги в другую партийную кассу, будет идти очень большой бой. Ну, тут только можно дополнить то, что вот в случае, например, с теми людьми, которые жертвуют политическим партиям, КНАП ведь не ведет расследование. Вид идет к этим людям и делает аудиты и проверяет, откуда у них деньги. Потому, что это очень важная институция. Тут совершенно можно согласиться с радиослушателем. Ну, вас не удивляет этот факт, что в некоторых случаях, когда речь идет действительно о больших деньгах, мы узнаем о нарушениях спустя несколько лет. Я думаю, что каждый сталкивался с чем-то подобным. Вот тому, что сейчас мы услышали про 6 евро, 5 евро, 10 евро. А вот в этих случаях ВИД реагирует практически молниеносно. молниеносно. Вот это очень интересно. Совсем недавно был в СМИ список самых крупных должников государства. Фирмы были какие-то совершенно неизвестные. И тут дело даешься. А как они могли накопить, например, 20 миллионов долг государству? 50? Ну, там были миллионные долги. Если ВИД вот так реагирует и за 6 евро. Меня тоже оштрафовали по таким копейкам. Сразу оштрафовали. Вообще даже не успели. Не успели. Чего не успел? Меня сразу оштрафовали на каких-то 5 евро. Вот в том-то и дело. Как создаются эти долги в миллионы, если они вот так дотошно и очень четко собирают вот этих мелких налогоплательщиков? На наш взгляд все-таки в каком случае, давайте вернемся к предыдущему вопросу, в ВИДе в СГД что-то поменяется? То есть зависит от личности руководителя? Или, в принципе, может быть, не зависит, на самом деле, от личности руководителя, от замов руководителя? Тут нет, я вам скажу так. Абсолютно элементарно. Опять же, мне очень не нравится, конечно, на Эстонию все время кивать. Они очень просто делали. Они с шефом службы госохотов сделали человека, который когда-то был президентом банка, и он перед этим занимался сервисным, ну, как бы вопросом услуг, качеством сервиса. И он перевернул с ног на голову вид ихний. И он превратился из институций, которые, это не понаслышке, которые вот как у нас бегают и собирают налоги, они превратились в институции, которые консультируют налогоплательщиков, как более эффективно заплатить налоги. То есть я сам знаю, не понаслышке, мои партнеры в Эстонии, если у них есть непонятки, мы ведь не звоним в службу госдоходов, потому что тогда мы уплатим самый большой налог. Они звоним в службу госдоходов, им дают совет, как правильно оформить, чтобы это было и выгодно им государству. То есть не будет так, что ты позвонил, и тебе самый большой налог. На ваш взгляд, это имеет какое-то отношение к партийной принадлежности человека, который рекомендует главу службы госдоходов. Знаете, как, это вопрос, почему он рекомендует, и почему, и что он, знаете, как, это все-таки вот от тех людей, которые представляют власть, от них это зависит. Какую они ставят установку человеку, который садится на этот пост. Если ему ставится установка, трясите их всех так, чтобы кровь из носа, тогда мы тут будем, вот, будут трясти пенсионеров, будут мелких предпринимателей, они будут трясти всех. Но вы верите политикам, которые говорят, что вот мы хотим, чтобы глава СГД вот заставил нас жить в правовом государстве, чтобы там все происходило по закону, правильно, честно, прозрачно и так далее, и так далее. Вот вы верите в такие установки от политиков? Только тогда, когда я увижу реальный результат. Только тогда. Вот, например, вот почему бы нельзя было ротировать не госпожу Коллегову, а, например, господина Лукстинча из ЦСДД. Тоже государственные институции, все удовлетворены работой. Очень достаточно сложный процесс. Когда-то мы знаем, какой был бардак, давно-давно с регистрацией автомобилей, все приведено в порядке, люди все удовлетворены, всем нравится институция. Вот человек, который мог бы быть главой службы госдоходов, потому что ориентирован на клиентов, знает, как, и кредит доверия большой, потому что мы все видим плоды. А вот почему не он? У меня это такой чисто провокативный вопрос внутренний появился. Политическая часть всей этой истории. Кто-то из политиков сказал, что сейчас пришла эра Союза Зеленых и Крестьян и закончилась эра Единства. Вот, учитывая последние события в СГД, учитывая, что все-таки удалось вывести из себя премьер-министра, это точно эра Союза Зеленых и Крестьян, на ваш взгляд? Я думаю, да. Да, то, что он вышел из равновесия... Так не могут же они все-таки поставить даже главу службы госдоходов. Четыре недели поставят. Почему, я думаю, это не... Ну, поставят. Я думаю, тут был маневр, то решение, которое принял господин Кучинск, я думаю, он не хотел попасть в ситуацию, в какую попала госпожа Страуимова, если бы я хотел бы напомнить. В ее время настолько часто нарушался договор коалиционный, что журналист только о том и говорил, есть коалиция или нет коалиции. Знаете как, одно наше решение приводит к следующему нарушению, потом к следующему. Если ты подписал, я с ним согласен, ты подписался на правила игры, ты их соблюдаешь. И я думаю, что он хорошо знает. Придет время, и опять же, этим же кинжалом он проткнет спину кому-то из единства. Потому что, ну как, договор есть договор, я соблюдаю. Коалиция есть, у нас есть договор, мы его соблюдаем. И тогда все соблюдаем. Я думаю, что это его расчет политический, что он не хочет допустить вот этих ошибок госпожи Страуимова, потому что в результате самый большой потерпевший – это сам премьер-министр, когда уже никто не соблюдает коалиционный договор, неясны и правила игры, по которым играют. Может ли эта ситуация как-то повлиять на стабильность правительства? Если бы было нарушение коалиционного договора, это можно было бы о этом говорить в краткосрочной перспективе. В долгосрочной определенно – да. Потому что такие вот ситуации, они не проходят незаметными. А в краткосрочном я не вижу проблем. Коалиционный договор работает. До следующей недели, я думаю, что за госпожу Коллегову проголосуют. И она станет шефом службы госдоходов. И нету ведь… А почему бы говорить о нестабильности? Все соблюдают коалиционный договор. На ваш взгляд, после сложившейся ситуации, в следующий раз, когда, к примеру, там уже Союзу Зеленых Крестьян надо будет формировать правительство, они придут к единству? А куда они еще могут пойти? Ну, подожди, там есть регион, есть судоруба. Не хватает голосов. Я имею в виду следующее правительство. Мы же не знаем, какой там будет расклад. А знаете, как после парламентских выборов всегда начинается другая жизнь? То есть это простят, единство это простят. Знаете, как, если мы смотрим на рейтинги сейчас, тут еще вопрос, нужно ли будет к единству идти? Потому что, если мы сравниваем рейтинги единства и Союза Зеленых Крестьян, тут может быть еще, что вообще к кому-то другому надо будет идти, потому что единства, может быть, не будет в парламенте. На мой взгляд, единству удастся таким образом как-то свой рейтинг подтянуть? Это хороший вопрос. Я не знаю. Я думаю, что тут вопрос, насколько доходчиво они будут способны донести свою мысль и насколько сильно они смогут, откровенно говоря, подорвать репутацию госпожи Коллеговой. Но зависит ли это от того, выиграют они все-таки эту схватку или нет? Они не выиграют. Тут, я думаю, что выиграть никто не выиграет эту схватку. То, о чем мы говорим, это вся эта схватка приводит к ослаблению государства и к ослаблению той же службы госдоходов. Схват можно выиграть до выборов 2 года в 7. И за это время, вот сейчас кровь из носа ставится госпожа Коллегова, но если она за эти 2 года не приведет к серьезным изменениям в службе госдоходов, я думаю, тогда проиграет эту схватку зеленых крестьян. Ну хорошо, но муниципальные выборы-то быстрее. На муниципальных выборах это не будет влиять. На национальном уровне это как-то все-таки, может быть, влияет на выборы людей, на самоуправленных? Нет, я думаю, что нет. Муниципальные выборы это не будет влиять на муниципальные выборы. А чем в таком случае отличается, на наш взгляд, вот эта эра союза зеленых крестьян от эры единства, которая закончилась? Очень трудно оценить, потому что слишком короткое время эта эра длится. Мы это, я думаю, увидим через какое-то время. Но я думаю, что очень много что покажет бюджет. Я хотел бы сказать, что вот обещание не трогать налоги, например, было со стороны, вот что на 2017 год налоги не будут трогать. И это как мантру напоминает и премьер, и министр финансов. Если они будут способны создать бюджет без этих, без каких-то вот этих единство характерных, последненочных решений по изменению налогов так, что потом у предпринимателей общества в общем волосы дыбом становятся, тогда, я думаю, это будет главное изменение. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Напомню, в гостях у нас был политолог Филипп Раевский. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...